Классические произведения, дикси-лэнд, джаз, саундтреки и каверы. Настолько разнообразен репертуар брас-ансамбля, маэстро-бэнд из Центра культуры и досуга поселка Отрадное. Сегодня у нас в гостях руководитель коллектива Нестеров Вадим Алексеевич. Вадим Алексеевич, добро пожаловать в студию. Добрый день и ночь. Давайте поговорим о вашем коллективе. Участники коллектива, кто они? В данный момент это все студенты высших музыкальных заведений, лучших Москвы, поскольку исполняемая программа нами требует специального образования, профильного. То есть это будущие профессионалы? Да, но они фактически уже профессионалы. У нас в музыке три ступени развития. Первая это детская музыкальная школа, дальше идет среднее специальное заведение музыкального училища и, соответственно, либо консерватория, академия музыки и так далее. Ребята сейчас заканчивают третью ступень обучения, скажем так. То есть, чтобы играть в вашем ансамбле, нужно профессиональное образование? Да, обязательно. Почему? Это зависит от репертуара, от его сложности? От репертуара, от сложности, конечно, да, от практики, опыта. Это уже, так сказать, немножко перерастает в такие рамки, в которых может обычный любитель исполнять. У нас, но все ребята наши, как правило, выходцы из детского оркестра нашего же, который я создал, начинают самодеятельство, любительство, потом дальше развиваются, поступают дальше, дальше, и вот, так сказать, доходят до такого уровня уже. То есть остаются не все во взрослый ансамбль, а получается? Да, конечно, конечно, да. Если в детском можно заниматься на любительском уровне, да? Ну, конечно, да, безусловно, да. Это уже, так сказать, кто остался и решил в своей дальнейшей жизни путь связать с этой профессией музыканта. Угу. А кого больше, мальчиков или девочек? Девочек. Девочек, да, у нас один из... Казалось бы. Да, да, согласен. Вот духовой инструмент в последнее время очень стал популярным среди девушек. Очень многие девушки играют на сложных музыкальных инструментах. Трамбоны, трубы, баритоны и так далее. И у нас вот у нас фактически один мальчик только тубист, вот, а остальные все девушки, представляете, в коллективе. Вот. Нам повезло. Да. Репертуар ансамбля, вы сказали, достаточно сложный. Как он формируется? Вы знаете, на нашей задумке было желание показать все возможности духового ансамбля, духового оркестра, все краски, всю палитру. Потому что, не секрет, у многих немножко узкое представление о духовой музыке. А ведь таким составом можно исполнять как и классическую музыку, и джаз, и эстраду, и военно-патриотическую тематику. Ну, практически любой жанр и спектр. Ну, может, кроме тяжелого металла. Тем не менее, это джаз ансамбль. Ну, в приоритете, да, конечно, в приоритете джаз, джазовое направление, музыка из мюзиклов известнейших, да, это и диксиленды, и опереты какие-то, и, так сказать, наши основополагатели, кто развел джаз, Фасман, Саульский, Бабаджанян, такие вот композиторы, так сказать, нашей уже советской эпохи. Как выбираете композиции? Вы выбираете коллектив, подсказывает? Вы знаете, и коллектив, конечно, тоже, потому что ребята молодые, креативные, им тоже интересно играть какую-то современную более музыку. Сейчас, например, будем там фанкст или еще какие-то такие вот более молодежные. Есть такое еще понятие шагающие оркестры, например, в Европе, на Западе. У нас сейчас тоже развивается где-то. Вот. И достаточно интересная музыка. И мы выбираем репертуар, как-то коллегиально смотрим, что бы нам хотелось сделать, как развиваться дальше. Сложные произведения долго разучиваете? Как репетиции проходят? А вы знаете, на самом деле вот не угадаешь никогда. Порой бывает, думаешь, вот легкое произведение, сейчас мы его послезавтра уже сделаем. Нет, на нем мы как-то какой-то застряли, встали в какой-то тупик. А бывает наоборот, думаешь, о, сейчас с этим произведением будем возиться долго. А оно получается там буквально за две недели, вот пошло и все. Тут нет какой-то формулы, алгоритма нет. А как проходят репетиции? Вот ребята же все-таки учатся, да? Да, конечно. Они приезжают после учебы? Да, да, да. У нас снова воскресный день, и два дня в неделю таких будних вечера мы собираемся. А также у нас еще есть замечательная программа вокальная, у нас шикарная вокалистка, актриса театра и кино Барбара Верховых. И мы сейчас делаем такую программу, типа, ну, по мотивам, что ли, Великий Гэтсби. То есть такая музыка вот тех Чикаго 20-30-х годов, ну, действительно, был изумительный сюжет, интересная музыка. Опять-таки, это было как раз самый, так сказать, цвет развития, да, джаза вообще вот той эпохи. Будет целая концертная программа отдельно. Ну, хотя, да, пока делаем сейчас, пока, так сказать, забегать вперед не буду, но пытаемся сделать такой вот именно такой формул. А вообще, что в репертуаре? Вот вы сказали даже военно-патриотические пенсии. Обязательно, ну, а как же без этого, да, мы все, так сказать, люди нашей любимой Родины, и наши такие праздники, как военно-патриотический день Победы, 23 февраля, там, день битвы под Москвой и так далее. Конечно, мы играем всю военно-патриотическую тематику тоже в нашем приложении, в нашем изложении. Обязательно участвуем на всех городских мероприятиях Красногорска, нашего поселка и так далее. Я знаю, что у вас есть отдельно детская программа. Да, да. Как вообще пришла идея создать такую программу и что туда входит? Ну, вы знаете, поскольку, ну, как бы дети наши все, мы сначала сделали небольшой рождественский новогодний блог. Ну, это, опять-таки, всеми любимые, известные мелодии из мультиков, ну, погоди, и жизнь простоквашина, и так далее, да. Потом немножко обратились к западным мультфильмам, там, Король Лев, Алладин и прочее. Музыка-то хорошая, классная, а дети очень часто приходят на наши концерты, на мероприятия, особенно это где-то, если, ну, например, городские парки, открытые площадки и так далее. Ну, конечно, детишкам интереснее слушать мелодии, которые они знают, да, которые они, так сказать, что способны воспринимать. Вот, и мы решили сделать тоже такой небольшой блок вот именно для детишек. Отдельно выступаете с этим блоком? Нет, отдельно, нет, обычно на каких-то сборных мероприятиях. В сборных концертах. У вас выступление проходит на очень многих площадках, какая самая любимая? Ну, самая, пожалуй, любимая, это Московская консерватория, архивический зал Московской консерватории. Во-первых, это историческая площадка, вот, так сказать, намоленная и пропитана духом музыки, шикарный такой зал. Он не сказал бы, что он такой какой-то глобальный, он камерный скорее, но там прекрасная акустика. Акустика, да. Да, прекрасная у нас вот там часто, когда мы участвуем там в различных и фестивалях, и конкурсах. И вот недавно был сольный концерт тоже наш там, ну, пожалуй, она одна из самых, так сказать, наших любимых. А в Красногорске где любите выступать? Ну, естественно, ДК Подмосковья, площадь перед ДК Подмосковья, соответственно. Вот, ну, у нас в поселке тоже все площадки там на прудах, у нас там красиво сделали, все благоустроено, очень здорово и приятно работать там. А в фестивале, конкурсе, участие в них часто приходится участвовать? С каким репертуаром? Конечно. Ну, вы знаете, репертуар тоже мы смотрим в зависимости, конкурсы же бывают разные. Первый, конкурс классической академической музыки, соответственно, мы исполняем что-то классику, да. Бывают конкурсы именно джаз-эстрады, соответственно, в таком ключе. Вот, у конкурсов много приходится участвовать. Один из любимых, наверное, это музыка «Вдохновение». Вот, мы там являемся, можно сказать, хедлайнерами этого фестиваля, конкурса. Вот, а так сейчас еще очень много развита онлайн, куда мы видеозаписи посылаем, куда-то ездим, куда-то, в общем, ну, в этом плане, да, интересная тоже деятельность у нас. Угу. А вот визитная карточка ансабля, какая, считаете, какое произведение? Или, может быть, несколько произведений? Ну, наверное, «Твист Эгейн» из репертуара Элвиса Пресса. У нас просто немножко поставлена такая хореографическая даже композиция, девушки сами, так сказать, это сделают. Играя. Да, играя, еще танцуют и так далее. Ну, наверное, так вот. Это одно из первых произведений, которые мы, в принципе, сделали с ансамблем. Мы как-то с тех пор повелось, ни один концерт у нас не обходится без этого произведения. А классические произведения сложно играть духовому оркестру? Конечно, определенные сложности есть, но, в принципе, оркестр духовой тоже, если говорить именно про большой духового оркестра, он же может исполнить все, и симфонический репертуар программы. Поэтому мы просто делаем приложение, ориентируясь уже на каждого конкретного исполнителя, и поэтому, зная, как это будет звучать, вот, получается, такое классическое произведение обязательно тоже играет. А современные композиторы пишут, вот, для таких оркестров, как ваш? Нет. Нет? Нет. Где-то надо что-то искать, находить, как-то вот что-то все это. А кто делает аранжировку? Аранжировки делаю я, и мне помогает мой друг тоже, он трубач, вот, порой впарим, вот, мы с ним в основном делаем аранжировки. А как вообще пришла идея создания оркестра? Ну, не знаю, у нас как-то всегда тяготелось еще, знаете, к малым формам, тоже большой оркестр, допустим, вот, 30 человек у меня, образцовый коллектив, да, порой не на каждой площадке может разместиться даже, порой сложно вывозить. А вот малый состав, такой человек 6-8, мобильный, емкий, перемещается проще, и как-то, ну, порой вот с такой точки зрения, скажем, пришла мысль, а потом поняли, что действительно это интересно и имеет, так сказать, продолжение хорошее творческое развитие, точнее. В ансамбле у нас две трубы, саксофон, тромбон, туба, ударная установка, это базовые инструменты. Когда надо, мы расширяем, добавляем еще саксофон, тенор, флюгель горн, еще альтовый тромбон или что-то такое. Это вот такой классический джазовый состав, или это ваш выбор? Это, ну, можно сказать, и классический тоже состав такой, да, классический. На ударных у вас тоже девушка? Девушка, да, да. Замечательно. Мотор нашего коллектива, да. Почему? Ну, барабанщика всегда называют мотор, сердце, да, как-то, да. Расскажите о девушках своих. Ну, девушки все большие умнички, повторюсь, они все студентки, вот, заканчивают, учатся, успевают совмещать нашу творческую деятельность и учебу, и, так сказать, они все фанатки своего дела. Очень много занимаются на своем инструменте, каждый тоже, действительно, это большой труд, надо ежедневно заниматься и прочее, успевать еще учиться. Потом девушке тоже и погулять хочется и надо, правильно? Вот, поэтому они, конечно, молодцы, уделяют очень большое внимание, любят музыку, знают музыку, вот, такие, так сказать, преданные этому делу. Все выходцы из детского коллектива или кто-то пришел? Нет, не все, кто-то пришел сам, потом, знаете, как бывает, ну, услышал где-то, чего-то увидел, да, поделились, ребят, студенты же общаются тоже между собой, я там-то играю, там, приходи, посмотришь, как, чего, ну, как-то вот так вот формировалось. Коллектив уже сформирован или кого-то готовы принимать? Нет, сформирован. Сформирован полностью. Да, главное, чтобы никто не ушел. Понятно. А детский коллектив? Ну, детский тоже у нас есть, не так давно мы сделали коллектив-спутник нашего джаз-бенда, ну, там подростки лет 12-15, ребята, которые тоже, как-то, немножко тяготеют, им интересно, они смотрят на старших, им тоже интересно развиваться и выступать, и, вот, так сказать, чувствовать себя такими вот востребованными артистами, исполнителями. Конечно, это детям тоже интересно. Репертуар детского коллектива как формируется? Вы знаете, ну, немножко попроще, наверное? Да, немножко, конечно же, попроще с учетом детских возможностей, но, в принципе, они тоже просят, вот, мы хотим и Синатору играть, там, Фрэнка Элла Фиджеральда, что-то такое, что-то такое. Вот, ну, тут тоже уже смотрим, конечно, по возможностям и, так сказать, способностям. Выступает детский коллектив? Да, конечно, выступает, да, тоже выступает обязательно. Тоже есть выступление, да? У нас вообще выступлений, в принципе, достаточно много, очень много выступлений, концертной программы. Одно из запоминающихся, мы давали сольный концерт в госпитале, в центральном госпитале Вишневского для ребят из СВО, да, то есть, ну, это, сами понимаете, это очень и серьезно, и ответственно, и патриотично. Вот, и ребята все прониклись таким, да, чувством гордости, что они могут что-то, хоть какой-то внести вклад, вот, помочь ребятам. Вы бы видели глаза вот этих ребят, которые смотрели на концерт, ну, прошел на одном дыхании, без коррозии, на том, вообще, и шикарный концертный зал, и теплый прием, и публика, для которой просто хочется играть, исполнять, и вот, понимаешь, что то, что ты делаешь, не зря, что людям это надо, и поддерживаешь, так сказать, их, и вот. Мы были очень довольны этим концертом. Это, наверное, одна из наград, и очень важных. Наверное, да. В ходе выступления. А у коллектива много еще наград таких физических. Какая самая ценная, как считаете? Сложно сказать, сложно сказать. Наверное, если говорить то, что это доверие нашего руководства Центра культуры, который в нас верит, помогает, приобретает нам очень хорошие профессиональные музыкальные инструменты, оборудование и так далее. То есть, вот, идет на нас встречу, всецело доверяет нашему творчеству, нашему развитию. А в детский коллектив приглашаете? В детский, да, в детский, да. Ну, потому что тоже ребятишки кто-то взрослеет, заканчивает там школу, поступают, студентами становится некогда уже, так сказать, ходить на репетиции и прочее. Конечно, у нас постоянно, мы каждый год набираем там, ну, человек пять-шесть, у нас приходят новеньких ребятишек, которых мы с нуля начинаем обучать. Вот, и они... С нуля прямо? С нуля, да. То есть, можно прийти без музыкальных навыков любых? Да, конечно, приходят ребята, да. На прослушивание? Да, да, мы с ними и музыкальную грамоту, и элементарную теорию музыки там, и, соответственно, инструменты и все прочее. И где-то там через полгода-годик уже потихонечку он начинает в оркестре что-то, мочь, так сказать, изобразить. Вот, и тоже растут, развиваются. То есть, вот, практически музыкальное образование получает ребята, да? Ну, фактически, да, фактически, да. Вы строгий руководитель? Нет, я демократичный, абсолютно. Я вообще человек такой... Уроки задаете надо? На дом нет, но у нас каждый знает, что ему делать надо, занимается, да, соответственно. А дома тоже не у всех возможностей есть, а не профессиональные, вот которые студенты, конечно, они занимаются, знают, чем надо работать. То есть, все самостоятельные, все все знают. Да. А визитная карточка ансамбля, как считаете, какая? Ну, если говорить по музыкальному произведению, ну, вот, наверное, повторюсь, вот Элвис Пресли, Твиста Гейн. Все-таки мы как бы с нее начали, сделали такую хореографическую немножко зарисовку на нее, наверное, аналог. Ваше какое любимое произведение? Из нашего репертуара? Наверное, кабаре с нашей вокалисткой Варварой Верховых. Это достаточно серьезное, такое объемное, разноплановое по своей структуре, по форме, по содержанию, и в то же время веселое, позитивное. Каких успехов хотите для коллектива? Вот каким вы видите коллектив через год, например? Ну, хотелось бы еще больше выступлений, концертов и каких-то поездок, потому что, знаете, поездки на какие-то фестивали, понятно, что мы немножко ограничены финансовыми рамками, да. В тот же Петербург съездить, не знаю, в тот же там, в Сочи, например, на какой-то фестиваль, чтобы ребятам было интересно, они от этого получали бы удовольствие тоже, да, где-то получить такое уже признание вне Москвы, Московской области, скажем так. Ну и плюс, это, наверное, обмен опытом какой-то, да? Конечно, безусловно. Не только показать себя, но и на людей посмотреть. Ну, конечно, да, и посмотреть, пообщаться, да, как кто-то, чего делает и так далее. Конечно, всегда эти... В Москве-то такого достаточно, Москву мы уже изучили, хорошо знаем, да, вот. А, конечно, куда-то съездить в иные города, и прочь посмотреть, да, да, это было бы здорово. А какое произведение в планах? Вы знаете, мы сейчас вот работаем над вот этой концепцией идеи «Великий Гэтсби» сделать, вот все-таки, так сказать, это. Ну, еще сейчас пытаемся сделать несколько детских произведений. И одно фанковое произведение, это из репертуара такой есть модный, наши, так сказать, ну, как сказать, коллеги, Lucky Chops группа. У них очень много интересных произведений. Вот, и делаем несколько произведений из их репертуара. Вас часто приглашают программы «Доброе утро». Да. Какие произведения там исполняете? И вообще вы сами приходите со своим репертуаром, или вас просят что-то исполнить на программе? Да, вы знаете, на передачу «Доброе утро» мы были уже четыре раза, нас приглашают, но произведения мы обсуждаем. У них тоже есть музыкальная редакция, у них надо понимать форматы, должно быть обязательно веселое, позитивное, энергетическое. Ну, «Доброе утро», зарядка такая. Вот, естественно, мы это обсуждаем, высылаем аудиозапись, музыкальную редакцию, они утверждают, и, соответственно, мы снимаемся у них. У них хорошо тем, что происходят записи в разных локациях. Например, это в этот раз парк Горького, в следующий раз Кускова, в следующий раз это на Манежной площади. Ну, конечно, это тоже интересно и расширяет и общение, и приятно всем, так сказать, смотреть себя потом в передаче. А московские площадки, где недавно выступали, что исполняли? Ну, вы знаете, вот мы объездили очень много московских площадок. Во-первых, это все музеи музыкальные. Музей Шаляпина, Прокофьева, Чаковского, Скрябина. Да, мы фактически в каждом делали сольный концерт. Это был и Дом кино, и, ну, ДК Подмосковья, это понятно, что не Красногорск. В Сколково выступали. Выступали, ну, в господи, вот Вишневского рассказывал, КСК от Рада, который у нас тоже находится. И вот в архивском зале консерватории. Вот. Академия Гнесиных тоже нам очень понравилась. Мы там участвовали в конкурсе-фестивале. Вот. Тоже был прекрасный, теплый прием. И везде на каждой площадке мы стараемся делать разные программы, чтобы, ну, не, во-первых, а, и самим не повторяться. Ребятам было интересно и по репертуару, и чтобы не зациклиться на одном и том же, знаете, как уже на потоке идет. Вот. И на всех концертных залах мы делали разные программы, так сказать, для такого тоже творческого развития составляющей. Не думали о расширении оркестра все-таки? А нам смысла нет расширяться. Знаете, ну, как уже, да, здесь уже, как бы, есть какие определенные рамки, такие каноны, что называется, музыкальные, поэтому смысла уже нету расширяться. Понятно. Ну, что ж, спасибо огромное за такую интересную беседу. Мы желаем вам и вашему коллективу всяческих творческих успехов. Спасибо большое, спасибо. Это была «Территория Ка» на телеканале КРТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова